Беларусь Военнослужащих 38-й краснознаменной мобильной бригады в этом году были, как всегда, масштабными и насыщенными. Под руководством командира Брестского подразделения военнослужащие отрабатывали вопросы совместных действий по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника. Это здорово, потому что это обмен опытом. Мы смотрим, что у них хорошо, они смотрят, что у нас хорошо. Уже есть стойкие наработки. Они посмотрели, как мы работаем в данных вопросах. Тем более, такая тема, как ведение именно контррадиционных действий, вот такая тематика, в российских федерациях, по крайней мере, в воздушных войсках, не предусмотрена. У них работает что-то по другим задачам, хотя в целом, в целом, задачи в итоге в своем, по крайней мере, они схожие. Три дня учений вместили в себя большой обучающий военный курс из трех составляющих. Во-первых, взаимодействие с авиацией. Именно это отличает представителей крылатой пехоты от других родов войск. Погрузка в вертолет и взлет личного состава осуществлялись с полевой взлетной площадки. Тщательная предварительная подготовка, проверка готовности омундировании и парашютов Д-6, предоставленных белорусской стороной. И вот уже экипаж Ми-8 вместе с военнослужащими на борту взмывает в небо, чтобы совершить десантирование личного состава парашютным посадочным способом. Задача десантироваться на площадке приземления, выйти в пункт сбора, дальше действовать в составе взвода по приказу гумандирова взвода. Для десанта нет задач неуполнимых. Что Родина прикажет, то и сделаем. Как всегда, перед прыжком все внутри, сердце замирает, уже ожидаешь этого, когда вертолет загрузишься. Это не передать словами, это нужно ощущать. Тот, кто прыгал, совершал прыжки, тот меня сразу же поймет. Для того, чтобы избежать шаблонности, обстановка и условия, в которых белорусские и российские военнослужащие выполняли поставленные задачи, регулярно изменялась. Этому способствовала и погода. Сильный порывистый ветер, сопровождающийся особой повышенной облачностью, частенько сменялся ярким слепящим солнцем. Но, как известно, для настоящих десантников невыполнимых задач не бывает. Они – мощное оружие, которое благодаря особенной слаженности и уникальной внутренней силе духа постоянно подтверждает имидж одного из элитных подразделений войск. И белорусских, и российских военнослужащих объединяет общая школа. Общие цели и задачи, которые ставятся перед подразделениями союзного государства сегодня. Проблем никаких нет, язык понимаем друг друга, тактика действия одинаковая. Преподаватели с командиром бригады учились вместе в одной академии. Проблем никаких нет. Что-то берем лучшее. У них учимся чему-то, они чему-то учатся у нас. Практические задачи в труднопроходимой местности, разведывательные мероприятия, взятие под охрану переправы через водную преграду. Это и многое другое за несколько активных и весьма напряженных дней удалось отработать военнослужащим Брестка 38-й отдельной краснознаменной мобильной бригады и парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Проведение учений позволило сформировать общую методику подготовки и проведение совместных тактических учений. Помогло определить наиболее эффективные методы работы командиров с личным составом и выработать способы совместных действий при выполнении поставленных задач.